В минувшие выходные поселок Развилка с размахом отметил свое 70-летие. Одним из главных событий, приуроченных к празднику, стало открытие нового здания Развилковской детской школы искусств. Сегодня здесь, еще в преддверии открытия школы, у нас будет заложен сквер первостроителем поселка Развилка. Чтобы увековечить память тех людей, которые здесь приехали в свое время на строительство газопровода Саратов-Москва, потом строительство временного поселка, и дальше строили уже тот поселок, который мы сегодня видим. Одним из тех, кому поручили эту ответственную миссию, стал Анатолий Богданов. В 49-м году мальчишкой он получил комнату в бараке нового поселка. А повзрослев, всю жизнь трудился строителем на благо Развилки. Я рад, что меня пригласили заложить эту капсулу, потому что я на Развилке построил немало объектов, и жилые дома, и бассейн, вот понимаете, учебный кабинет. И вот началось главное событие дня. Министр культуры Московской области Оксана Косарева вручила символический ключ от школы ее директору Ирине Андрушко и отметила личный вклад в реализацию такого сложного проекта начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту Моисея Шамаилова. Поэтому, Иосиф Исаакиевич, огромное спасибо за то, что вы в своих фантазиях не останавливаетесь с праздником, потому что это действительно праздник ваш, я бы сказала, личный праздник, потому что вы действительно человек события, который помогал этой школе родиться, а рожалась она очень тяжело в муках и трудно. После того, как была перерезана ленточка, началась экскурсия по помещениям школы. По задумке архитектора, двухэтажное здание выкрашено в четыре цвета, символизирующее весну, лето, осень и зиму. Например, в зимнем крыле расположились художники, в другом классе распевался хор, а в хореографическом зале уже занимались танцоры. Ленинский район – это район, который развивается во всех направлениях. И самое главное, что есть желание, есть люди, есть драйверы, которые двигают культуру, которые видят, что культура – это будущее. Глава района Олег Хромов считает, что благодаря открытию школы искусств такого уровня теперь жители развилки смогут прославлять свой поселок и в культурном плане. Сам поселок славится как раз своими научными институтами газовой промышленности, своими предприятиями. И сегодня большое количество ветеранов, которые пришли на открытие школы, они были настолько восхищены о том, что вот такой храм искусств появился в сельской местности, что является большим завоеванием. Жемчужиной здания стал большой зрительный зал с уникальной сценой, где смогут выступать театральные коллективы. Концертный зал, в котором около 300 мест вместе с местами для инвалидов и огромная сцена. Вот больше ничего мне не нужно было. И главное – за кулиси. За кулиси несколько гримерок – это вообще мечта любого руководителя, любого руководителя дома культуры или школы искусств – гримерки. А в день 70-летия развилки на сцену поднимались те, кто был отмечен наградами за вклад в развитие поселка. Завершилось торжественное мероприятие концертом с участием воспитанников и преподавателей. Дмитрий Книга, Михаил Решетов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!